Привет, с вами Артём, и сегодня я вам покажу наш огород. Мы относительно недавно переехали в деревню. Меня смешит мой оператор, моя сестра, но это не тём. Мы относительно недавно переехали в деревню, я решил записывать видео про то, как я здесь живу. Всё-таки есть опыт жизни в деревне, несмотря на то, что у меня ещё нет 18, но и какой-то опыт уже есть в деревне. Там на фоне орёт прекрасная курица, которая нам яйца даёт через раз, конечно, но даёт. Но видео сегодня будет посвящено у нас нашему огороду. Пойдёмте за мной. Весь огород у нас ограждён такой относительно лёгкой оградой, потому что у нас и собаки есть, но они в другом вольере находятся. Но когда мы строили, ограживали этот наш огород, собаки были без вольера, соответственно, бегали, топтали всё и прочее. Поэтому пришлось сделать ограду. Переходим. Дверцы у нас нету, потому что решили, что так будет. Это, конечно, неудобно, но это, по крайней мере, хоть какая-то физкультура и более-менее как-то работа. Потому что я не любитель заниматься физкультурой, а так мама решила, что будем хотя бы ноги поднимать. Здесь у нас растёт вот эта вот половина. У нас занято чесночным луком. Всё в траве, потому что уже почти месяц у нас нету дождей. И как бы, ну, те, кто говорят, что в России дожди очень редкие, если по всему ошибаются. Потому что на личном опыте почувствовал, каждый день с колодца соседей таскаю, ты меня снимай, да? Каждый день с колодца соседей таскаю по 40-50 литров воды за один раз. А так приходится сюда 100 минимум уходит литров воды. Вот заросшее, чтобы сохранило влагу как можно больше. Здесь во второй половине у нас посажено три кабачка. Они не очень выглядят, я не очень забираюсь выбирать, но вот они. Вот. Опыта особого в выращивании у нас также нету, но как бы соседи что-то подсказывают, что-то читаем в интернете и само собой набираемся опыта. Полностью вся вот эта грядка от начала до конца засажена луком. Здесь вот и макрица, скорее всего, вот эта, если я не ошибаюсь. А это лук. Полезно так вот подошел, соврал, соврал, да? Сорвал и съел. Вот, переходим сюда. Здесь у нас растет, если я не ошибаюсь, капуста. Я могу ошибаться, потому что все запомнить как-то трудновато, но вроде бы что-то вот такое есть. Лук я пока что убил сюда. Вот такие маленькие. А, это, наверное, да? Не знаю. Те, кто знает, напишите в комментариях, что это такое. Я как-то немножко подзабыл. Может, агруцы, но сомневаюсь. Потому что агруцы вроде у нас растут в этом планике. Вот в этом планике. Перейдем вот сюда вот. Здесь у нас агруцы. Теплицы у нас пока что нет, потому что времени на все не хватает. Вот, недавно построились, только еще даже относительно в доме-то ничего не доделано, потому что оформили землю, еще только начинаем обустраиваться. Вот, так что здесь у нас агруцы, все в планиках. Здесь у нас тоже капуста. Плаников на все не хватает, поэтому приходится выкручиваться канистрами 5-6 литров. Сюда вообще пришлось убрать, взять ведро. Вот, теперь, собственно, разворачиваемся, проходим сюда. Вся эта грядка вообще у нас засеяна морковкой. Но морковки почему-то нет уже второй год, что довольно печально. У соседей тоже как-то не очень. Вот. Здесь у нас тоже половина этой грядки засажена... Ой, господи, как ты называешься-то? Сейчас вспомним, как ты называешься. Ванчай можно выдернуть, наверное, он здесь не нужен. Ладно, почти. Здесь у нас посажена... Забыл, как называется. Сейчас вспомним, сейчас вспомним. Редиска, вот, вот, редиска, между прочим. Сегодня будем ее вырывать и уже есть. И новую засаживать. Вот. Да. Это вторая половина у нас засажена, господи, щавелем. Вот это вот дикий щавель. Он здесь сам по себе вырос. А здесь, по идее, посажен декоративно, если я не ошибаюсь. Но он что-то как-то тоже не особо растет. Вот. Здесь у нас тоже посажен лук. Уже не чесночный, вроде бы обычный. Но другой вид лука. Вот тоже уже большой. Желтеет кончик, если не ошибаюсь, потому что воды не хватает. Вот. Здесь у нас посажен укроп. Его вообще как-то особо и нету. Вот он засет, по чуть-чуть его. Вот это можно убрать. Это, если что, господи, ну удобрение, да, мы сюда подсыпаем. Ой. Дом топится печкой. От печки остается, а? Зола. Ну да. Кровами топится дом. И, само собой, остается пепел, остается зола. И мы вот подсыпаем ею немножко. Вот. Эта грядка у нас засажена свеклой. Если не ошибаюсь, да, здесь у нас идет свекла. Вот, да, свекла. Такая. И все, как бы, растет не особо хорошо, потому что воды нету. А натаскаться так, чтобы было достаточно и довольно трудно. Но, а что сил хватает, то и делай. Вот. Тут у нас два пыльника, да. Вот эти вот два пыльника, в них у нас растет помидоры. Вот. Как-то так. А здесь у нас вдоль всей почти ограды посажен горох. Горох посажен, вот он. И посажена у нас еще какая-то... Они не помню, что у нас посажены для удобрения земли, чтобы не только горех был, но еще овес, по-моему, да, наверное, овес. Вот, давайте, пройдемте к выходу. Так. Ну, собственно, такой, небольшой, но, надеемся, будет водотворный у нас огород. Вот, что из этого выйдет, буду снимать, возможно, короткими видео, не знаю, не пользуюсь я пока. Но о результатах буду сообщать. Вот. В принципе, это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, чтобы следить за тем, как я здесь живу. Это, надеюсь, далеко не последнее видео. Если найдется мысль, буду продолжать снимать. Вот, если что, есть идеи, пишите в комментариях, что я могу показать, может быть, рассказать или объяснить. Вот. С вами был Артем. За телефоном, который снимает моя сестра Александра. Было приятно вам рассказать о нашем огороде. До свидания.